РАДИО ЗВЕЗДА ЗАПИСКИ ВРАЧА Можно ли заменить препарат за тысячу рублей аналогом за сто? Скорее всего, нет. А вот рублей за шестьсот вполне реально. Разберёмся, что такое дженерики. Алексей Водовозов. Врач, научный журналист, подполковник Медицинской службы запаса. Всемирная организация здравоохранения предлагает следующую трактовку понятия «дженерик». Это лекарственный препарат, который обычно предназначен для замены инновационного лекарственного препарата. Он выпускается без лицензии компании, которая производит этот самый инновационный препарат или оригинал. И размещается на рынке после окончания срока действия патента или других исключительных прав. Толчком для развития дженериков как общей мировой концепции стала пандемия ВИЧ. И препараты для антиретровирусной терапии, которые в 80-х годах стоили до 10 тысяч долларов на курс для одного пациента. Неудивительно, что появилась идея сделать более дешёвые аналоги с тем же действующим веществом для использования в не самых богатых странах. Позже стало ясно, что аналогичный фокус можно провернуть с любыми препаратами, у которых истёк срок патентной защиты. Это удобно и для производителя дженериков. Не нужно вкладываться в разработку, в доклинические и трёхфазные клинические исследования, в рекламу, в раскрутку и прочие аспекты выведения лекарства до аптеки. Это выгодно и для пациента, ведь недоступный ранний препарат можно купить за меньшие деньги. Идея хорошая, но некоторые производители дженериков стали экономить буквально на всём. На подходящих вспомогательных веществах, из которых состоит таблетка, на контроле качества. Так что дженерики из решения постепенно превратились в проблему. Да, далеко не все оригинальные препараты хороши. И далеко не все дженерики плохи. Но сэкономить в 10 раз не получится. А вот снижение цены процентов на 35-40 вполне реально при сохранении приемливого качества. Где найти список дженериков для оригинального препарата? Либо вручную перебирать государственный реестр лекарственных средств? Либо обратиться к сайту проекта «Белая книга». Алексей Водовозов. Записки врача. Радиозвезда.